После того, как мы с вами написали работу, у нас остается вот такой, примерно ворох кистей, но это в таком самом лучшем случае, который теперь нужно будет помыть. Мытье кистей это отдельная тема, сейчас я хочу рассказать именно об этом. Как сделать так, чтобы мытье кистей доставляло нам минимум дискомфорта, я максимум свободного времени оставляла и было не столь тяжким везением тех самых самочек, которые нужно будет возить после катания, как в той поговорке. Для начала я бумажным полотенцем или ветощей, тряпочкой максимально вытираю кисть, для того, чтобы на ней оставалось как можно меньше фузы и обработка кистей занимала как можно меньше времени. Так я делаю абсолютно со всеми кистями. И потом у меня есть вот такая кистемоечка, совершенно замечательная вещь, с решеточкой. Вот внутрь я заливаю разбавитель без запаха, в случае вот у меня такой недорогой Алиса. Он действительно не пахнет. И аккуратными движениями вот такими я снимаю с кисточки фузу, которая у нас осталась после написания. Та самая лишняя краска. Здесь у меня такая есть штучка. И я вот вытираю кисть. Она у меня практически уже чистая. Если вы находитесь где-то на пленэре, да, и у вас нет возможности постоянно и ежедневно мыть кисточки, то в данном случае, конечно же, чисто заправленная кистемойка с свежим разбавителем спасет вас точно на 2 недели интенсивного пленэра. По крайней мере, вот, меня она спасала. То есть, в принципе, можно, если вы в каких-то походных условиях, или вы точно знаете, что завтра будете писать, то можно оставить эти кисточки. Можно их даже в пакетик целлофановый завернуть, чтобы они дальше не сохли. Вот, потому что она уже практически чистая. Вот эта кисть. Так я делаю со всеми, со всеми оставшимися кистями. Достаточно аккуратно. Вот. Вот так я обработала все кисти. Они сейчас уже практически чистые. Вот. Ну, еще несколько движений для того, чтобы они стали идеальные, практически такими же, как новые, и радовали нас бесконечно долго. Потому что, как бы кисть хороша не была, если за ней не ухаживать, она испортится и перестанет выполнить те функции, которые ей изначально предназначены. Я беру емкость, ну, в случае у меня вот обычная крошка, и насыпаю стиральный порошок. Самый обычный, вот, для ручной стирки. А, хотя у меня тут для автомата. Ну, в общем, сухой. Не жидкий гель, а обычный порошок. В зависимости от того, какой объем кистей вам нужно промыть, если это большие флейцы, то, соответственно, больше. Если вот такое количество примерно, как у меня, то вот такого количества порошка хватит. И заливаю сюда очень горячей водой. Можно практически кипятком заливать, в зависимости от температуры, которая у вас есть. Можно закипятить чайник и залить сюда. А вот я вскипятила чайник. И наливаю сюда очень горячую воду. Немножко. Не еду самого верха. И аккуратно, тоже по одной листочке, я начинаю булькать их там. И вымывать краску. Ни в коем случае я не замачиваю кисти. Особенно, конечно же, синтетически, потому что они тогда потеряют весь свой вид. Они размахрятся и станут непригодными для дальнейшей работы. Синтетическая кисть в крутом кипятке, если случайно она все-таки у вас там загнулась или потеряла форму, то она, наоборот, восстанавливается. Восстанавливается в крутом кипятке. Но не очень часто нужно злоупотреблять таким лайфхаком. Не больше двух раз. Два раза она восстановит. Ну, а дальше уже, как говорится, пеняйте на себя. Дальше она уже не будет принимать прежний вид. Вот. Видите, сейчас она практически у меня стала как новая. За кистями, конечно же, я ухаживаю сразу. Лучше после того, как вы поработали, подписали, пока краска сильно не въелась, их сразу же и помыть. Вот. На что нужно особенно обратить внимание, это чтобы краска не оставалась вот как раз здесь. Потому что если она осталась в самом вот кончике, самом хвостике, то потом, в дальнейшем, когда вы будете, если она высохнет, и вы ее отсюда не уберете, то она распушит вот эту вот кисточку, и она станет толстой. То есть, сейчас я буду еще руками, мылом, старательно это вымывать. Вот это вообще чистое. Ее умывать краску оттуда. Если у вас щетинные кисти, в основном здесь, в данном случае, щетинок нету, а поэтому я ничего сюда не ставила. Если щетинные кисти, то их можно поставить в горячую воду и популькать все вместе. Это немножко ускорит процесс, но не на много. Какие-то кисти практически уже чистыми, их нужно будет только сполоснуть. Конечно же, страйпер ни в коем случае нельзя даже просто опускать. То есть, я его на весу держу, вот так вот выбулькиваю, выбулькиваю, потому что, если вы его в кипятке оставите, то он станет вот так вот, загнется на бок и уже будет совершенно непригоден для оттуда. дальнейшей работы. И сейчас я кисти обычному хозяйственному в проточной воде вот так вот об ладошечку буду доводить, вымывать окончательно из них краску. И уже окончательно я домываю кисти с помощью хозяйственного мыла тоже вот очень аккуратно, вот так вот об ладошку и проверяем. Вот так вот выдавливаем практически из нее краску, которая вот самое основание и кисти у нас застревает. и когда у нас на ладони уже практически чистая чистая просто пена от мыла остается, тогда вот уже видно, что практически уже масляной краски не осталось и кисть в первозданном, я бы сказала, виде. вот и так же мы делаем со всеми остальными кистями. подпишем ладонна. я подпишу в первозданном нанесу, я не могу и сама ладонна. Вот еще и ладонна. много но и немало еще я люблю чтобы у меня был чистый черенок поэтому я нам или его кубочку специально и промываю череночки поэтому очень часто на них ничего мне не остается надписи какой номер кисточки и так далее то есть если я ее не запомнила то я в общем-то это быстро очень стирается в данном случае вот молодцы херенд у них как раз здесь гравировкой то есть сейчас не знаю видно нет у них выбито название номер и серия кисти обычно же это краской наносится поэтому там совершенно как новые кисточки и остался совсем последний штрих последнее что можно сделать для того чтобы кисти радовали вас максимально долго это завернуть кисточки в данном случае я заворачиваю в полотенце можно туалетную бумагу или газетку я беру отрываю небольшой кусочек в зависимости от того какая именно делаю можно слегка намылить кисточку и вот так и и завернуть когда она высохнет она будет иметь совершенно совершенно первозданный вид такое будет у вас ощущение что вы ее только что приобрели кисти я люблю свои кисти у меня достаточно много они разнообразны по своим по своему составу по своим материалам по своим характеристикам и что хочу сказать кисти я использую достаточно дорогие в работе не скуплюсь скажем так на качество кистей и соответственно я хочу чтобы они служили мне максимально долго поэтому я стараюсь за ними очень внимательно смотреть хорошо ухаживать и вот я говорю что что кисти если кисть не стирается непосредственно сам ворс да не стирается у нее как синтетическая кисть то соответственно она может нам служить очень и очень долго вот я надеюсь что вам видео было полезно и вы также будете ухаживать за своими кистями любите беречь и они будут вас бесконечно долго радовать так 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 так